Проект районного историко-культурного центра «Стихи живут» в свет выходит каждый месяц. За весь период существования в нем приняли участие сотни жителей Ленинского городского округа, сотрудники различных предприятий и общественных объединений. Этот праздничный выпуск стал 22-м в коллекции. Мы очень рады, что историко-культурный центр действительно продолжил эту серию, этот проект «Стихи живут» везде. Они живут действительно везде. Они живут в душе каждой женщины. А сейчас у нас есть еще прекрасный повод. В преддверии Международного женского дня участниками проекта стали представительницы Союза женщин Подмосковья в Ленинском городском округе. Им было предложено прочитать композицию стихов русского и советского писателя и поэта Василия Федорова. Федоров обладает уникальной возможностью очень просто сказать о сокровенном, очень просто сказать о том, о чем мы порой не решаемся говорить самыми близкими людьми, правда? Ну как вот он просто объясняет жизни суть. И мы все с этим согласны. Пять участниц разных возрастов. Пять коротких вырезок из двух стихотворений, как поздравления прекрасной половине человечества с праздником. По главной сути жизнь проста. Ее уста – его уста. Любовь мне, как блистание звезды над миром зла. Любовь мне, как признание на добрые дела. Весь смысл ее и мудр и прост, как стебелька весенний рост. Любовь, как жажда истины, как право есть и пить. О, где же ты единственный, умеющий любить? Чтоб мир отмылся дочисто, душа тревогу бьет. Любовь мне, как пророчество, зовущее вперед. О жизни суть. Она проста. Ее уста – его уста. По главной сути жизнь проста. Стихи великолепные, глубокие, наполненные таким смыслом, берут за душу. И очень хочется их донести всем окружающим. Стихи малоизвестного, но, как отметили участницы проекта, очень талантливого поэта Василия Федорова тронули за душу и молодых девушек. Ведь его стихи о вечном чувстве, о любви. Особенно мне понравилась строчка, которая взяла меня за душу, что любовь для меня, как блистание звезды над миром зла. То есть любовь, как какая-то защита, наверное. Очень рада, что приняла в этом участие. Спасибо всем и всех с наступающим. Прекрасное поздравление с наступающим праздником для всех жительниц муниципалитета подготовила одна из участниц проекта Людмила Косякова. Женщина – это весна. Женщина – это любовь. Женщина – это гармония. Дорогие женщины, всех с праздником. И эти стихи о любви посвящаются всем вам. Коллектив телеканала «Видное ТВ» присоединяется к этим теплым, как дыхание весны, словам. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ирина Кошелева. «Видное ТВ». Прекрасное поздравление с горным березом стола.